Для специалистов нарушения не скроешь. Они как на ладони. Первое, на что обращено внимание комиссии – хранение товаров. Сделать витрины и установить морозильные камеры – обязанность предпринимателей. Скажите, пожалуйста, почему у вас нарушаются условия хранения колбасной продукции? Ванная, просто пакетница, да, это снимайте меня. Покупатели должны быть осмотрительны. При нарушении условий хранения за качество проданного товара трудно поручиться. И претензию соответствующие органы направить будет сложно. Причина проста – у торгового павильона нет юридического адреса. Продавцы знают о своих нарушениях и во время проверки просто покидают свое торговое место. На местах нет продавцов. Это говорит о чем? О том, что, скорее всего, нарушения на этом объекте могут быть серьезными. Вот, к примеру, если мы смотрим продовольственные товары, они должны храниться либо в промышленной упаковке, либо в соответствующих холодильных витринах. Как видим, здесь этого нет. То есть мухи и прочие насекомые могут быть разносчиками инфекционных заболеваний, вследствие чего продажа вот такой продукции, вот в таком виде, она недопустима. Сотрудники управления торговли составляют акты осмотра. Через несколько дней предприниматели вновь проверят, устранены ли недочеты. Если нет, то информацию о выявленных нарушениях направят в контролирующие органы. Одна из форм наказания – приостановление деятельности на 90 суток и административные штрафы. Подобные проверки будут ежедневными. Навести порядок на рынках планируется до начала курортного сезона.